Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все мы капитаны, каждый знаменит Все мы капитаны, каждый знаменит Нет на свете дали, нет таких морей Где бы не видали наших кораблей Мы полны отваги, презираем лесть Обнажаем шпаги за любовь и честь За любовь и честь Капитаны, мне пришла в голову Прекрасная мысль Клянусь, всеми радиостанциями Арктики Мне тоже пришла в голову Замечательная идея Достопочтенный капитан Гатерас Я уверен, что мысль, которая осенила меня Вас просто поразит Ах, месье и мадам Не знаю, что вам пришло в голову Но когда я выскажу мой проект Вы все хором воскликнете Браво, Тартарен Браво, браво Мне, как самому младшему из вас Неудобно первому делать предложение Но мне просто не терпится Если вы только знали Что вам сейчас предложат вороль А я, капитаны, привык на необитаемом острове Высказываться первым Предлагаю сегодня и нам организовать дисп Но позвольте Позвольте, капитан Робинзон Это же ведь моя идея Диспут о наиболее интересных путешествиях Последнего времени И не просто о путешествиях А о путешествиях с научной целью Вы опередили меня, капитан Немо Вот это я хотел сказать И в конце диспута мы сможем решить Чей рассказ удачней И кто оказался победителем И еще одно условие Не повторять истории Уже рассказанных когда-либо в клубе Вы просто читаете мои мысли Но не подлежит сомнению Что я первый об этом подумал Во всяком случае Я совершенно бескорыстно И без всякой задней мысли Предлагаю в кассе председателя Некое компетентное лицо Наиболее авторитетное в научных вопросах И знаменитое своими путешествиями Капитана Немо Опять вы меня перебиваете, юноша Я имел в виду одно лицо Из староскомна Нет, Тартарен Председателем будет только Немо Просим вас, капитан Немо Просим вас Прошу занять места за столом, капитаны Кто первый желает получить слово Достопочтенные капитаны Стоит ли нам слушать рассказы Об удивительных путешествиях Сидя в комнате Я увезу вас туда, где все это происходило Но на чем же мы поедем? На ковре-самолете На ковре-самолете? Откуда же вы его достанете? Иван-царевич согласился его одолжить на один рейс Браво, Гулливер! Диксент, помогите-ка мне развернуть ковер Пожалуйста! Садитесь, капитаны И держитесь крепче друг за друга Смотрите, смотрите Мы обгоняем стаю диких гусей Ах, ну, увы, барон Взгляните вниз Нас обогнал дачный поезд Да, прошло время ковра самолета И сегодня, быть может, это его последний рейс Барон, не подходите близко к краю ковра Кому вы это говорите, Тардарет? Человеку, летавцему верхом на ядре? Ой, ой, ну, ой А, я же предупреждал Вот благодарите Робинзона, что он вас подхватил за ногу Ну, чертовски неудобная конструкция Ну, даже нельзя сесть вверху На какой необитаемый остров вы затащили нас, Гулливер? Из тумана встают мрачные скалы Мы на вершине какой-то горы Кругом камни, одни только камни Здесь, капитаны, я расскажу вам историю любви к камню Это будет рассказ о человеке, который научился проникать в самую душу камня И разгадывать по излому куска минерала тайны природы Этот удивительный человек, живя на берегу Черного моря Больше всего любил рассматривать не игру прибоя А древние окаменевшие раковины и обломки прибрежных скал Он мог часами перебирать коллекцию разноцветных минералов, подаренную ему отцом И когда пришло время выбирать, кем быть Он решил посвятить свою жизнь науке о камне, минералогии Он прославил свое имя как ученый Но он был также и знаменитым путешественником Он поднимался в заоблачные выси Альп Спускался в старинные шахты, где добывались драгоценные уральские самоцветы Любовался дикой красотой скал вокруг Байкала Страдал от жажды в знойной пустыне Каракумы Наблюдал переливы северного сияния на берегах Ледовитого океана Его видели в оазисах Ферганы, на острове Эльба, фьордах Норвегии, в степях Монголии, в окрестностях Парижа, в горах Алтая, у таинственного русла древней реки Унгус О ком же вы рассказываете? Об Александре Евгеньевиче Ферсмане Мне по душе его слова Открыть новое месторождение Это дело удачи, тонкого понимания Часто какого-то подсознательного нюха Часто дело увлечения, граничащегося с некоторой долей романтизма и страсти Но знаете ли вы, как академик Ферсман сделал одно из выдающихся своих открытий? Расскажите, капитан Гулливер С удовольствием 27 лет назад из вагона поезда, задержавшегося на одной из станций Мурманской железной дороги Вышел широкоплечий человек Он подошел к придорожным скалам и принялся рассматривать камни Один из них вдруг привлек его внимание То был как будто обыкновенный камень с зелеными прожилками, похожий на все другие Но человек словно проник в толщу гор, окружавших тогда еще никому неизвестную станцию Камень намекнул ему о сокровищах, которые должны находиться где-то тут, поблизости В изломах камня академик Ферсман, конечно, это был он, увидел ключ к тайне Хибинской тундры Ага, значит, вы нас завезли в Хибины? Да, с тех пор академик стал ездить сюда ежегодно Он вел экспедицию за экспедицией Шли поиски, трудные, упорные Бывали дни, когда Ферсман и его помощники питались только ягодами и грибами Был случай, когда в непроглядном тумане путники не могли найти спуска с вершины горы Кукисвумчор, где мы как раз и находимся И двое суток провели в холодных расщелинных скал, согреваясь лишь теплом собственного тела С небольшой группой академик прошел к центру гор по трудному ущелью, названному ущельем географов На третий год поисков на плоскогорье Хибинской тундры было найдено то, о чем сказал Ферсману Камень Самые большие в мире залежи апатитов, из которых получаются превосходные удобрения для полей и садов Фосфор для спичек и многое другое А неутомимый путешественник уже пробирался по топкой Мончетундри, вглядываясь в бурые пятна по склонам гор А что же означали эти бурые пятна? Бурые пятна? И на этот раз Камень рассказал о многом Вскоре в Мончетундре был найден ценнейший металл никель А за озером Иммандра огромные залежи железных руд Огни молодых городов Кировска и Мончегорска сияют теперь в ночном безмолвии тундры Там, где еще совсем недавно пробирался без дорог, ночевал под открытым небом человек, влюбленный в камень Ох, миссия, медам, здесь ужасные сквозняки Нет, это не сквозняки, Тартарен Клянусь, мыслом бурь надвигается ураган Так, давайте завернемся в ковер Ну, тогда он не сможет взлететь Всем набор ковра самолета Есть набор ковра самолета Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, мы снова в нашей уютной библиотеке Ах, как хорошо! А вы знаете, капитаны, с некоторых пор я стал особо ценить паровое отопление и электрический свет Ну, словом, все то, чего нет на вершине куки-свумчор Я уж не говорю о газе Кто из капитанов пожелает рассказать о других удивительных путешествиях? О, месье и медам, разрешите мне помериться силами с Гулливером? Ну, вы, барон, вам опять придется остаться без газа, центрального отопления и электричества Ну, во всяком случае, я категорически отказываюсь летать на ковре самолете Что такое пыльный ковер из старой сказки? Тихоходные, и кроме того, я привык путешествовать только верхом Охотно пойду вам навстречу Я надеюсь, что знакомая нам всем с детства баба яга, костяная нога, одолжит нам свой экипаж Не могу, тартареша У нас сегодня воздушные гонки До Лысой горы и обратно, так сказать, круговой перелет Мадам, на сегодня нелетная погода Ну, с моим летным стажем не страшно Ах, мадам, на один только рейс, так сказать, разгулять метлу Ха-ха-ха, на один, ну, берите Благодарю вас, благодарю Попрошу занимать места в ступе Как? Жесткие бесплатные места? Ну, нет Я, старый кавалерист, и поеду верхом на метле Как хотите, баром, да подвиньтесь, Тартарен, вы заняли всю ступу Даю Старт Следовать за мной кильваторной колонной Мне кажется, нас обгоняет рейсовый самолет А что вы хотите, мессия, мадам, от одномоторной метлы и ступы даже без багажного отделения Подлая! Прыкается! Ай, спасите! А она идёт в стопор! Земля! Куда мы прибыли, капитан Тарторен? Неужели мы на Лысой горе? Ничего подобного. Диксент, зажгите факелы. Пожалуйста. Спускайтесь в этот грот, месье и мадам. Одну минуту. Надо закрепить у входа конец длинной бичевы, чтобы не заблудиться в подземной пещере. Правильно, Робинзон. Ну, ползите за мной. Надо двигаться гуськом. Я сам с трудом пролезаю. Что это за странный гул? Это шумит подземная река. Выше факелы, капитаны. Какая волшебная картина! Смотрите, как сверкают сталактиты, свисающие с этих тёмных сводов. А снизу растут сталагмиты. Вот в этом месте они соединились и образовали толстые колонны. А между колонн я вижу тихое озеро. Видимо, оно образовано подземной рекой. На меня напало какое-то крылатое чудовище. Не волнуйтесь, барон. Это всего-навсего летучие мыши. Их потревожил свет наших факелов. Ох, месье и медам, трехус таурикус. На кого вы намекаете, Тартарен? Это жук, слепой жук, живущий в вечной тьме. Обратите внимание, как он ползёт, ощупывая усиками путь. Идите сюда! Там дальше всё новые золы, колоннады, разливы чёрных озёр. В какое подземное царство вы нас завели? В какой неведомой стране мы очутились? В Крыму. Но знаете, слабо придуманный Тартарен. Ведь даже дети знают, что Крым – это страна ласкового моря и тёплого южного солнца. Ну, где же здесь санаторий, дома отдыха, пляж, наконец. Но всё это в изобилии имеется на южном побережье. А мы под каменной грядой Яйлы в неведомом Крыму. Мы в гроте Киик-Коба. О-о-о! Здесь в 1924 году экспедиция Академии наук СССР сделала крупнейшее археологическое открытие. Да-да, месье и медам, да-да. Как раз в этом месте была обнаружена стоянка пещерного человека неандертальской эпохи и найдены кости наших далёких предков. Добавлю, что с тех пор, как эта пещера стала жилищем первобытных людей, прошло примерно 200 тысяч лет. Просто удивительно! Мне казалось, что Крым – это один из наиболее изученных районов, и путешественникам здесь просто нечего делать. О, и сколько ещё неразгаданных тайн хранит в себе этот неведомый Крым! О, верно, Немо, вы совершенно правы. Вот уже третий год в окрестностях Симферополя, в степи, археологи ведут раскопки древнего города, когда-то слабившегося далеко за пределами своей страны. Это Неаполь Скифский – столица могучего государства скифов. На протяжении 700 лет этот город был центром, который управлял страной. Его торговые связи распространялись на юг и на север. Найденные в подвалах домов и складов сосуды амфоры для вина и масел с марками и печатями говорят о торговле Софинами, Родосом, городами Египта и других стран. Город, существовавший уже в IV веке до нашей эры, был укреплён стенами, и в нём жил культурный народ, прекрасно знавший ремёсла и искусство. Учёными обнаружены десятки подземных склепов, и среди них гробница царя. При раскопках найдено много ювелирных изделий, предметов быта и вооружения. Раскопан большой дом, сложенный из камня, с черепичной кровлей, отделанной расписной штукатуркой. Представления о скифском народе, как о диких номадах, кочевниках, блестяще опровергнуты работами советских учёных. Теперь очевидно, что скифы стояли на высоком уровне культурного развития, не уступавшим в те времена самым передовым народам древнего мира. Смотрите, гаснут факелы. Я, к вашему сведению, не летучий мышь тартараны, не трехус таурикус, чтобы жить в вечном мраке. И вообще стоянка пещерного человека лишена самых элементарных удобств. И жить здесь... Совершенно ни к чему. Ну, тогда поконим! Действительно, месье и мадам, барон отчасти прав. Дома лучше. Ах, как приятно, когда над головой висит эта обыкновенная лампа, и не надо бояться, что вам на голову свалится какой-нибудь сталактит. Диксент, закройте форточку, дует. Одну минуту, капитан Тартарен. Я только взгляну в одну чудесную книгу. Посмотрю, что ещё интересного там сказано о Крыме. Какая же книга у вас в руках? Это учебник географии. О, месье и мадам, мы знаем песню об этой чудесной книге. У этой книжки скромный вид, Потёртый переплёт, Но много тайн она хранит В опасный путь за год. Не повесть эта, не роман, И не смешной рассказ, Но в детстве каждый капитан Читал её не раз. Учебник географии, он вовсе не простой, В нём скрыты страны новые, С чудесной красотой. Громадой грозной синюю Грохочет океан, Придёт глухой пустынею Верблюдов караван. Текут там реки быстрые, Седой прямой шумит, Выслеживает хищника Охотник-следопыт. За старыми страницами От родины вдали Проходят вереницами Большие корабли. Учебник географии, Он вовсе не простой, В нём скрыты страны новые, С чудесной красотой. У этой книжки скромный вид, Потёртый переплёт, Но много тайн она хранит, В опасный путь зовёт. О чудесах далёких стран Она ведёт рассказ, И в детстве каждый капитал Мечтал над ней не раз. Продолжим, капитаны, Наш диспут о путешествиях. Дайте мне слово, капитан Эмо. Только я категорически Робинзон Отказываюсь наотрез путешествовать на помиле. Чертовски неудобно И никакой заботы о пассажире. А кроме того, просто неловко Пользоваться помилом В век электрических пылесосов. Нет-нет, надеюсь, что никто больше Не собирается путешествовать в ступе. Участник диспута вправе выбрать любой вид транспорта. Клянусь первыми заморозками, Робинзон нас потащит в путь на индейских пирогах. Не угадали, Гатерас. Мы совершим дальний вояж, не выходя отсюда. Я беру из старой русской сказки Серебряное блюдечко и наливное яблочко. Это волшебное яблочко. Я его бросаю на блюдечко. Что же будет дальше? Теперь я поворачиваю яблочко И прошу всех на него взглянуть. Да чего же мы дожили? В век телевидения Робинзон заставляет нас смотреть В волшебные фрукты. Ха-ха-ха-ха. Весна 1902 года. По желтым пескам синая шел длинный караван. На одном из верблюдов покачивался русский путешественник. Плотный черноволосый человек С крупными чертами лица. Необыкновенно живой, подвижной, остроумный человек. Багаж у него был небольшой. Всего два чемодана, Набитых главным образом бумагами. Самое странное в этом человеке было то, Что, будучи родом из Закавказья, Он говорил свободно на всех местных языках. И даже с проводником, уроженцем Дальней Эфиопии, Он беседовал на его родном амхарском языке. Приехав в старый Синайский монастырь, Он удивил настоятеля, заговорив с ним на древнесирийском языке. Он свободно читал старинные армянские рукописи И обнаружил прекрасное знание давно исчезнувших языков Халдейского, древнеперсидского и других. Теперь повернем волшебное яблочко. В 1909 году в Турции, Недалеко от Трапезунда, Видели того же человека. Он записывал слова языка лазов, Грузин-мусульман, Живущих в крайнем северо-восточном углу страны. Он быстро овладел их языком. Сам он свободно говорил по-грузински, По-армянски, по-турецки, По-абхазски и по-курдски. Странный человек, И сказал про него турецкий Паша. Ничем не торгует, ничего не покупает, Интересуется какими-то словечками. Но повернем волшебное яблочко еще раз. В 1920 году Среди западных отрогов Пиренейского хребта На испанской территории В горной деревне Басков Несколько месяцев жил тот же человек. Он был уже седой, Но все такой же живой и общительный. Жил он у крестьянина Баска И любил сидеть с его семьей у очага, Беседуя с ними на их старинном родном языке. Он даже брал уроки баскского языка У местного учителя. Кроме того, он бегло говорил на языках Французском, Испанском, Ирландском и Бретонском. Капитан испанских пограничников Как-то вызвал к себе этого учителя. Слушайте, сказал он ему, Что это за подозрительный турист обучается у вас? Ради Богородицы скажите, Кому на свете нужен язык басков? Это известный русский ученый, сказал учитель. Его зовут Николай Марр. Всю жизнь советский ученый, академик Марр боролся с расистами. Изучая древние и новые языки, Он доказал, что высших и низших рас не существует. Что нет настоящих и ненастоящих языков. Что язык народа зависит не от его расового происхождения, А от образа его жизни. Что когда образ жизни народа меняется, То меняется и его язык. И что все народы когда-то прошли через раннюю стадию развития языка, Которую Марр назвал яфетической. И языки Кавказа, в частности грузинской и армянской, И загадочные, ни на что не похожие языки басков, албанцев, Ныне исчезнувших этрусков в Италии, Пелазгов в Греции, И многие другие таинственные, бесписьменные, неразгаданные языки, Являются остатками древней ефетической семьи языков. Марр был необыкновенным путешественником. В борьбе с расистами за истинную науку о языке Он непрерывно разъезжал. Он изучал языки маленьких забытых народов В Испании, Турции, Африке и Аравии. Он изучал языки мордвин, чуваший, финнов и осетин. И с года в год он передвигался по горным кручам родного ему Кавказа На низкорослой лошадке в поисках следов древности. Но удалось ли ему отыскать эти следы? Да, но снова повернем яблочко. Однажды в утренний час, в тишине безлюдных гор высокой Армении, Он нашел обломки каменных рыб, Остатки малоизвестной культуры армян-язычников. Ученые-расисты не могли объяснить происхождение этих каменных рыб, вишапов, Которые по преданиям считались драконами. Это были свидетельства существования стариннейшей культуры ефетидов, Общей и для армян, и для грузин. Академик Марр путешествовал всю жизнь. Все мои языковедные мысли, писал он, Суть не результат работ в кабинете. Они зарождались и оформлялись в общении с людьми и природой, На улицах, торжещах, в пустынях и на морях, В горах и степях, урех и родников, В верхом или в вагоне, но только не в кабинете. И благодаря его трудам советская наука о языке стоит на первом месте в мире. С вашего решения я попрошу слово. Как, неужели нам опять смотреть в это безламповое яблочко с одним диапазоном, а? Нет, и что мы увидим в австике, куда нас, без сомнения, увлечет Гатерас? Вы не ошиблись, барон. О, месье Гатерас, конечно, повезет нас на ледоколе. На этот раз вы не угадали, я люблю бродить по льду пешком. Пешком? В Арктику? Что вы, месье Гатерас? А мы попробуем раздобыть сапоги-скороходы. Дорогой мальчик-спальчик, мы хотели бы по старой дружбе... Я все слышал, капитаны, и с удовольствием одолжуем сапоги-скороходы. Только они уже старенькие, с заплатами. Это ничего. Я надеюсь, они выдержат еще один рейс. Но у меня только одна пара, а вас семеро, как моих братьев, вместе со мной. Достопочтенный мальчик-спальчик, а ты собери нам сапоги-скороходы из других сказок. Они ведь там частенько встречаются. Я постараюсь, капитаны, ловите Робинсон, держите гуллимер, не уроните мингалу. Как раз всем по паре. Ну, в путь дорогу, капитаны, со мной. Что за странные чудовища поднимают эти облака снега? В чем дело, Катерас? Ничего особенного, барон. Мы пробегаем сейчас через Таймырский полуостров, и нас обогнали вездеходы экспедиции Академии наук. Не отставайте, барон. Вам легко говорить, не отставайте. А мне ужасно. Жмут сапоги. Берег! Мы на берегу какого-то пролива, забитого льдом. Кругом торосы, озера на льду. Перед нами пролив Шакальского. Мы на северной земле. А этот пролив лежит между островами Октябрьская революция и большевик. Насколько мне известно, эти острова открыты совсем недавно. Совершенно верно. В 1930 году. А еще севернее расположены острова Комсомолец и Пионер, входящие в тот же архипелаг с северной земли. Держу парим, Сега Тарас, что вы намерены рассказать нам о дрейфующей станции Северный полюс или об открытии Великого Северного пути. Эти мировые открытия общеизвестны. А я пригласил вас сюда, к проливу Шакальского, совсем по другому поводу. Я расскажу вам о человеке, который лучше всех в мире знал географию. И не только знал. Он делился своими огромными знаниями с миллионами людей во всем мире. Нет в Советском Союзе школы, в которой не нашлось бы атласа или глобуса, составленного Шакальским. Нет в мире библиотеки, на полках географического отдела которой не стояла бы толстая стопка его книг. И каждый, кому приходится в работе пользоваться картой, будь то летчик, моряк, строитель, знает. Если на карте стоит подпись Шакальского, значит, карте можно верить. Такая карта не подведет. Изучив огромный материал метеорологических и гидрологических наблюдений, сделанных русскими моряками за многие годы плаваний, Шакальский свой первый научный доклад сделал о предсказании вероятной погоды и штормов. Шакальский участвовал в съемках рек и озер, плавал с экспедициями по морям и океанам, изучал свойства и законы движения океанской воды и льдов. Он написал много книг по истории, географии, по кораблевождению, по океанографии. Но больше всего увлекало его то, что является самым важным в работе географа – карта. Измерить огромные просторы родной страны, определить длину ее многоводных рек, высоту гор, глубины впадин, положить все это на карту – вот задача, которую поставил перед собой этот замечательный географ. В 1905 году он закончил первую часть своего капитального труда и счислил поверхность азиатской части России. За эту работу он был награжден почетными премиями Русской и Французской Академии Наук. В этом же году ученый выпустил в свет огромную карту Европейской России. Географические общества и Академии многих стран выбирали Шакальского своим почетным членом. Университеты называли его своим почетным профессором. Книги его переводились на все языки мира. В 1934 году вышла книга, которая явилась главным результатом многолетней работы знаменитого русского академика. Это книга об измерении и изображении высот и впадин на картах СССР. Одновременно вышла составленная Шакальским карта, на которой точно показаны все горы, долины, возвышенности и углубления на территории Европейской части Советского Союза. Такая карта называется гипсометрической. «Без гипсометрической карты нельзя сделать точные научные выводы ни о движении воды, ни о движении воздушных масс, ни об изменении климата, ни о запасах природных богатств в недрах земли». Вот за это и чтит мировая наука замечательного русскоученого Шакальского, с именем которого связаны огромные работы советских географов, именем которого подписаны лучшие советские карты, именем которого назван пролив. Этот пролив в Ледовитом океане. Кто здесь может стрелять из пушек? Это трещат и ломаются льды. Скорей, в обратный путь! Я добежал первым, чтобы открыть вам дверь. Проходите, пожалуйста, капитаны. Ну, достопочтенный барон, вы можете снова уютно расположиться в вашем кресле и погреться у камина. О, нет! Мюнхгаузен не таков, чтобы почить на лаврах и греться у камина. Я вам сейчас расскажу историю, от которой у вас кровь заледенеет в жилах. Знаете ли вы, что однажды я... Простите, барон, но сегодня мы не рассказываем о своих путешествиях. Прекрасно! Однажды мы... Кто это мы? Я и моя лошадь. Ха-ха-ха! Но ведь мы условились сегодня говорить о научных путешествиях, капитаны. А, пожалуйста! Ха-ха-ха! Так уж устроен человек. В январскую стужу он мечтает о летней жаре, а в июле ему искренно кажется, что он отдал бы все за приятный морозец, градусов этак на десять или двенадцать. Вот и я, обессилев как-то от изнурительного июльского зноя, задумал отправиться из Москвы в более прохладные края. Я выбрал целью своей поездки открытие мирового полюса холода в городе Верхоярске. Да-да-да-да-да-да! Сказано, сделано! Три дня пути в уютном вагоне Сибирского экспресса, и я в Якутске. Надеваю зимнее пальто, поверх него окутываюсь в теплейшее шостяное одеяло, и выхожу на привокзальную площадь. Ну, июль месяц. Ледяной ветер, свирепствующий в этих местах круглый год, сначала обжигает мне лицо, затем чуть ли не душит меня, и потом бессеремонно швыряет на лёд. Да, и я качусь по его зеркальной поверхности, словно буер на Финском заливе. Правда, я попутно тут же открываю полосу вечной мерзлоты. Да-да-да, но это, казалось, очень коварная штука. В здешних местах необходимо пользоваться обувью на острых шипах, ну, вроде той, которую применяют альпинисты при восхождении на ледники. Ну, с трудом поднимаюсь я на ноги, и вижу, что у меня уже давно ждёт собачья упряжка, которую я предусмотрительно заказал по телеграфу. Я усаживаюсь поудобнее в нарты, и спустя несколько минут пересекаю реку Иртыш, которая у Якутска не шире 120-130 метров. И, как выражаются моряки, ложусь курсом на Верхоянск. С каждым километром становится всё холоднее и холодней. Оказывается, уже приближаюсь к полюсу холода. Да-да-да, сначала всё шло как нельзя лучше, но, видно, и на сей раз не суждено мне было попасть в Верхоянск. Неожиданно разразился буран, и я решительно и бесповоротно сбился с пути. Раз мне показалось, что я вышел к берегам Карского моря, а другой, что я вижу крутые берега Инисея. Но в обоих случаях меня ждало жестокое разочарование. Одна за другой пали мои ездовые собаки. Ну, о Верхоянске я уже думать перестал, так как полюс холода я, между нами говоря, открыл уже при помощи подзорной трубы. Ну-с, наконец, мне приходит в голову спасительная мысль. Дело в том, что я вёз с собой для передачи в Верхоянский музей несколько пучков травы, ржаной сноб и штук пять сосновых веток, о которых в здешних местах, лишённых растительности, знаю только понаслышке. Ведь земля-то здесь промёрзла на двести метров! Припоминаю, что белые медведи, рыскавшие вокруг меня на почтительном отдалении, чрезвычайно любопытны. Я расстилаю на льду мои ботанические экспонаты, а сам отхожу в сторону. Спустя несколько минут к ним осторожно подходят заинтригованные медведи и застывают от изумления. Они же никогда ничего подобного не видели. Вы знаете, они были так глубоко поражены и даже не заметили, как я к ним подкрался, быстро накинул на них кожаные лямки-упряжки, вскочил на нарты, и медведи понесли меня к Якутску не хуже заправских ездовых собак. Да ну представьтесь, по улицам Егора впервые в его истории промчалась упряжка «Изрослых белых медведей!» Ахахаха! Ха-ха-ха! Однако, барон, вы напрасно приписали себе честь этих выдающихся открытий. Ведь всем известно, что вечную мерзлоту в Сибири русские путешественники открыли еще при Петре I. Возможно, возможно, но я нашел средства с ней бороться. Вы тут, барон, совершенно ни при чем. Серьезные работы по изучению вечной мерзлоты и способов борьбы с нею начались в 1930 году, когда Академия наук СССР создала специальную комиссию по изучению вечной мерзлоты под руководством знаменитого путешественника по Сибири Академика Обручева. Это немаловажный вопрос. Учтите, что вечная мерзлота занимает в СССР площадь почти в 10 миллионов квадратных километров, то есть более 45% всей территории страны. Я хотел бы добавить, что достопочтенный барон напрасно приписал себе и открытие полюса холода. Этот полюс был установлен в 1866 году в городе Верхоянске. Здесь самая низкая температура отмечена минус 70 градусов, средняя января минус 50 градусов, а годовая минус 16 градусов. Верхоянск считался полюсом холода до 1926 года, когда было установлено, что в районе Оймекона в верховьях реки Индигирки гораздо больше дней с большими морозами, и температура зимой опускается ниже, чем в Верхоянске. Таким образом, теперь считают, что полюс холода занимает значительную площадь от Верхоянска на юго-восток до Оймекона, и это открытие сделали неутомимые советские путешественники. Благодаря таким людям с каждым днем все меньше остается тайн на бесконечных просторах земли, и исчезают последние белые пятна на картах. Капитаны по карте ведут корабли, им дорога ясна и понятна, но иных увлекают на карте земли неизвестные белые пятна. Там, быть может, истоки неведомых рек, скалы встали в причудливой груди, и упорно стремится туда человек, ищут путь непреклонные люди. И упорно стремится туда человек, ищут путь непреклонные люди. Погибает смельчак, но приходит другой, открыватель чудес беспокойный. Он бредет вековою дремучей тайгой, бесконечной пустынею знойной. Он тропу пробивает сквозь холод и мрак, он в пролив пробирается узкий. Не таким ли скитальцем был старый ермак, или доблестный штурман Челюскин. Тайны Арктики скрыты средь северных льдов, где просторы лежат снеговые? Не туда ли стремился Георгий Седов, покоритель полярной стихии? От подводных глубин до заоблачных звезд Много пятен неведомых белых. Как поднимем, друзья, наш напутственный тост Запытливых, упорных и смелых. Как поднимем, друзья, наш напутственный тост Запытливых, упорных и смелых. По правде говоря, мне искренне жаль современных путешественников. Да, 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 да. Все уже изучено, изъездено, исследовано. И для того, чтобы найти самое ничтожное белое пятно, надо ехать на край света. А вы знаете, многие путешественники придерживаются другого мнения. Кого вы имеете в виду? Леню Филиппова, Юру Пузикова, Таню Недумову, Мишу Бейера и Юру Кийкова. Кто они такие? Это члены правления Московского детского географического общества. А где же они ищут белые пятна? Может быть, в Московской области? А мы сейчас поедем и посмотрим, где. Неужели мы поедем на Сером Волке? Это последнее, что осталось нам из сказочной техники. Нет, нет, я предлагаю вам скоростной вид транспорта. Гоночный автомобиль, звезда. Мы возьмем машину со страниц журнала «Огонек». Кремо, долго ли нам еще ехать? Клюсь северным морским путем. Сказочная техника посрамлена окончательно. Но, тем не менее, мы все должны признать, что эти сказки отражали дерзкие мечты народа о будущем и оказали огромную услугу человечеству. Стоп! Приехали. Где мы находимся? Лес? Какое-то озеро? Дорогой Немо, расскажите, в чем дело? Я не буду ничего рассказывать. Разрешите огласить одно письмо. Просим, просим. Клубу знаменитых капитанов. Все мы, юные путешественники, действительные члены московского детского географического общества, приветствуем вас, дорогие капитаны, героев наших любимых романов. Конечно, мы еще не капитаны. Мы еще даже не настоящие путешественники. Но этим летом многие из нас не сидели сложа руки, а собрав свой нехитрый скарб в походный мешок, отправлялись в путь искать еще невиданное, новое, интересное. Отправлялись в путешествие по родному краю. Мы были удивлены, когда оказалось, что даже тут, совсем близко от Москвы, есть на карте белые пятна. Есть неисследованные места. Да не может быть, они фантазируют. В Красновидове, что недалеко от Можайска, юные географы из пионерского лагеря Московского университета нашли озеро, которое даже на самых подробных картах обозначено по-разному. На одной рядом два озера, на другой их три и совсем с другими очертаниями берегов. Прежде чем дойти до озера, мы наслушались от местных жителей немало страшных историй. Не ходите туда, ребята. Дескать, озеро заколдованное, бездонное. Туда когда-то очень давно провалился целый монастырь с теремами и колокольней. А берегов у этого озера нет. Топят дна. Далеко под траву и деревья уходит вода этого загадочного озера. Еще интереснее стало нам, юным путешественникам. Расставили мы свои палатки и два дня ходили с шестами кругом озера. Шесты нам нужны были для того, чтобы не провалиться под тонкий слой дерна, так называемую сплавину, которым зарастает озеро. Особенно досталось группе гидрологов, которая должна была определить глубины озера и вместе с картографами составить глубинную карту. И вот тайны загадочного озера раскрыты. Оказалось, что самая большая глубина его – десять метров. Мы даже достали со дна растения для гербария. Наши геоморфологи узнали другую тайну – тайну происхождения озера. Оно образовалось после великого оледенения и было сначала очень большим, а потом постепенно зарастало и высыхало. Но в засуху 1939 года был пожар, и торфянистый берег сильно выгорел. Образовалось новое неглубокое озеро, которое население называет горелки. На свою карту мы подробно, по всем правилам геодезии и картографии, нанесли оба озера, обозначили найденный нами древний берег и с образцами горных пород, валунами и гербариями вернулись домой. Материалы об экспедиции мы представили в научно-исследовательскую географическую станцию, где нас поблагодарили и разрешили самим дать имя этому да то ли безымянному озеру. И теперь на всех картах оно будет называться озером Пионерским. Ну, что вы теперь скажете, капитан Мюнхаузен? Что скажу? По-видимому, я ошибся в первый раз. И действительно белые пятна существуют не только на краю света, а буквально под самым носом. А я думаю, что я выражу общее мнение, если скажу, что мы гордимся дружбой с этими отважными юными путешественниками. Тревога! Цвистать всех по машинам! Полный вперед! Капитан Мюнхе, а кто же победил на нашем диспете? Ведь мы же не успели решить чей рассказ лучше всех! Пускай это решат все наши юные друзья. За лучший ответ три очка. А-а-а! До свидания вашу руку, капитан! Снова мы недвижно встанем там и тут Вновь на полке книжной корешки блеснут Но клянемся честью всем, кто слушал нас Будем с вами вместе мы еще не раз Продолжение следует... Продолжение следует...